Здравствуйте! Сегодня мне необходимо отсоединить эту маленькую детку от кактуса мамиллярия. Итак, приступаем к отсоединению данного кактуса. Время уже подошло. Она должна хорошо отсоединиться. Это признак, что она готова к отлучению от матери. Берем аккуратно и ее отсоединяем с этого места. Вот. Одеваем кожные перчатки. Или берем большой пинцет и отделяем эту детку от родителей. Выкручиваем вот так. Все, выкрутили. Теперь эту детку ложим мы на листок бумаги, чтобы она подсохла. И ложим ее в темное место. И при температуре небольшом, где-то до 20 градусов достаточно. И пусть так 5 дней она будет, чтобы эта ранка, которая на ней при отрыве была, чтобы она зажила. И через неделю буду высаживать эту детку в подготовленную почву для кактусов. Это в основном песчано-каменистый грунт. Вот она у меня находилась вот так в конверте. Подписал дату, чтобы мне не забыть. Вот. Смотрим, какая деточка. Большая. Вот она такая. Ранка зажила. Нету ее. Насыпал сюда самодельный песчанок грунтовой смеси. Здесь и керамзит, камешки и все. И на дно тоже дренаж делал. Здесь отверстие должно быть. Вот вода капает. Хорошо пролито. Теперь ставим эту деточку сюда. Вот я так поставил и больше ничего не делаю. И сверху обсыпаем ее камешками. А в данном случае я керамзитом обсыпаю вокруг детки. Чуть-чуть уплотняем этот керамзит. Пока почва влажная, он хорошо будет уплотняться. И этим уплотнением будет хорошо держаться этот коктусенок маленький. Он не так упадет. Вот создал ему тропические условия. Вот так он растет. Я его не накрываю. В таком состоянии он будет находиться. Посмотрим дальнейшее наблюдение. Где-то через недельки-три. Прирастет он или нет. Или завянет. Если через три недели он останется в таком же самом состоянии, в зеленом, значит он в приросте. Если он будет бледного цвета, значит корешки он не дал и он погиб. Накрывать я не буду. Здесь среда влажная, достаточно. Итак, оставляем на освещенном месте. Пусть он находится здесь и дает корешки. Итог мы посмотрим потом. Прошло более месяца. И вот наблюдаем за ним. Вроде он зелененький, пушистый. Сейчас я хочу маленечко его побрызгать. Вот взял распылитель. И аккуратно распылитель чуть-чуть побрызгаю. Освежаем его чуть-чуть. Все, достаточно. Будем наблюдать дальше за ростом данного кактусенка. Кактус этот называется мамелярия. Сегодня продолжаем вместе наблюдение за посадкой кактуса. Почти два месяца прошло. Как я осадил маленький кактусенок отсюда от родителя и посадил сюда. Давайте мы понаблюдаем. Отстает ли он размер, который с родительностью и посадкой здесь. Как мы видим, кактус одинаково развивается. Ни один, ни больше и ни меньше. В одинаковом размере один с другим растут. До этого я один раз опрыскивал. И на днях еще раз полил. И все. Вот за два месяца дважды только была поливка. Теперь можно поливать его раз в 10 дней. Чтобы не погубить его переливом своим. Продолжаем вести наблюдение за развитием отсаженного кактуса. От родителей. С того времени прошло более 4 месяцев. За этот период времени кактус хорошо укоренился. Видим, набирает цвет. Цветет вот как красиво он. Вот цветет. Это признак того, что с ним все хорошо. Теперь вы знаете, как пересадить кактус в горшок. И как ухаживать за кактусом в домашних условиях. Просмотрев это видео до конца. Каждый сможет самостоятельно. Надеюсь, это видео будет полезным многим, кто занимается цветоводством. Кто желает получать известия о добавленных мной новых, интересных и полезных видео. То подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok